ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Беларуси сегодня распочался шарговый этап парламентской кампании, регистрация кандидата у депутаты, и она будет продолжаться до 17-го костришника. На переддень завершилось вылучение. Попередняя статистика вылученцев по Гомельской области наступная. На регистрацию подадено 84 заявы. 55% кандидатов вылучшили политические партии. 29% заявили про себя шляхом сбора подписов. 16% выступают от прационных коллективов. Жанчин сярод кандидатов прикладно 21%. Каля 5% кандидатов во взросле до 30-ти годов. Сярод политических партий наибольшую активность проявили либеральная демократичная, объединенная громадянская и партия працы и справедливости. До 17-го числа включительно будет производиться регистрация кандидатов в депутаты путем проверки документов, поданных в комиссию окружную, и выносить соответствующие решения комиссиями на регистрацию. Пока никаких нарушений не выявлено, в процессе будет понятно. Нагадаем, выборы в Палату представников признашены на 17-го листопада. До других тем. Тяговитость, мужность и устойливость. В Гомеле супрацовники Министерства внутренних справ прошли квалификационные выпробования на правоношение черного берета. Наши корреспонденты сошили за испытами. Специальное выпробование сирот-супрацовников органов внутренних справ на правоношение черного берета проводится каждое полгода. Соперошние с поборницей присвечены дню формирования отрада милиции особого произношения Министерства внутренних справ. На восемьскую квалификацию подали заявки 9 претендентов. Представники отрада милиции особого произношения, патрульно-постовой службы и войсковой части 12-42. Двое из их не прошли первый этап выпробованию – физичную и медицинскую подрыхтовку. На основный этап марш кедок по пересеченной мясцовости, стральбу и контактные бои прибыли 7 бойцов. Очень сильно страшно переживаем, волнуемся, готовились. Да, долго готовились к этому. Волнуемся, сильно волнуемся. Волнение присутствует, а так все нормально. Это очень важно. Серьезная задача – доказать себе, что ты можешь, что ты способен на это. Я бы больше сказал, это какой-то пунктик в жизни. Бойцов Чака Укроз должен ее 8 километров. Бегче по правилах необходимо за автоматом и газодомовой обороной. На шляху – так званые пастки. Это участки с огневыми перешкодами. Оттягивали увагу бойцов и ускладняли ситуацию в выбухе и стрелы с разных боков. Двое бойцов прости этот этап не смогли. Извычайно, причины для признания поражения лечатся великое отставание на маршруте. Здесь уже есть сотрудники, которые по 2-3 раза сдают. Были, которые еще и больше сдают. Но, как правило, из 100% говорить, то 30% только доходят до испытания. Здесь надо все уметь, знать. Главное – целеустремленность их. И тогда все будет нормально. Наступный испыт – стрельба с пистолета Макарова и автомата Калашникова. На стрелковом рубеже разликное тое, что человек вымотался, и бойцу спотребится додатковая концентрация. Но каждый из хлопцев справляется с поставленной задачей. И вот они уже соперники в спаррингу по рукопашным боям. Только одним поединком квалификация на черный берет не скончается. Каждый из бойцов вытремливает еще по 2 спарринги с теми, кто удельничал в этих испытах ранее. Один из переможцев Дмитрий Ермаков еще не уведомляет, что отстоял свой заповедный черный берет. Это его другая спробует пройти испыт. Кажет, что самое складанное для него было переодолеть первые 2 километра марш китка. Для меня было важно сдать, потому что я уже раз пробовал, уже раз не сдал, работаю в отряде, а это наш головной убор. И мне очень хотелось на него сдать, но сейчас в итоге получилось и сдал. Было сложно, потому что уже марш за спиной, уже физподготовку, которую мы сдали, уже очень усталость сказывалась на этом. Вот последние уже секунд 30 было, вообще уже сил не было, но достоял уже на последних силах. Еще один переможца Дмитрий Макаров скажет, что прошел из педзак лучший потрымцы коллег и сябров. Подчас одного с боев заявлялись мысли сдаться, а левопошный момент ее не только собрался с силами, а и выстоял два бои. Я доказал себе, что я могу, потому что это очень, это очень, точнее, непросто. Прошлый раз был марш, сошел где-то на половине марша, порвался противогаза, вдохнулся в этих газах, ну, в дымах. Ну, подготовился лучше, вот и сдал. Теперь переможцы в опробовании у Максим Кужельный, Миколай Бондаров, Михаил Гарбузов, Дмитрий Ермаков и Дмитрий Макаров могут по праве лечиться элитой милиции и навод допомогать тренироваться тем, кто может и больше часу служить, а ляпокуль не мает черного берета. Вероника Гамзюкова и Авген Макеенко, телерадио-компания Гомель, Зречицкого района. У Беларуси обвешенный тыдень мати. У нашем регионе инициатором широкого мероприемства выступила Гомельская областная организация Беларуского союза жанчин. Так, у приватности во всех районах з'явятся аллеи мати. Сегодня древы высадили у Мазырским, Октябрьским, Лоевским и Калинковицким районах. У Гомеля урашистое мероприемство отбудется завтра в 12 годин по улице Каменшикова в Центральном районе. Все лето тут была закладена аллея семейных древ. Я ей дополнить аллея мати. Будут высажены 50 древ разностайных пород. Принять уделу акции может кожный жадающий. Глава администрации и Центральный район поддержали нашу инициативу. Они помогают, поэтому женская общественность, медицинский колледж-волонтеры, администрация Центрального района будут участвовать в этой акции. И мы приглашаем всех желающих. Деревья хватит для всех. И если кто-то захочет посадить в честь своей мамы дерево, с удовольствием ждем. Еще одно мероприемство в рамках Республиканского тыдня мати пройдет в Гомельском областном драматичном театре. 10-го Кострышника с 12 до 14 годин женщины ждут бесплатные консультации по самых разных темах. На их пытания откажут специалисты Нотариальной палаты, социологи, психологи, медики. А непосредственно от 14-го Кострышника на территории региона пройдет масштабная акция по телефону и мати. Это акция, которая у нас пройдет во всех учебных учреждениях высших и среднего звена, во всех наших районных центрах, на улицах наших городов. Волонтеры, которые у нас будут работать на улицах, каждому прохожему будет даваться флаер, на котором написано «позвони маме». И я думаю, что сделать звонок маме, сказать о том, как они ее любят, пожелать ей добра и сказать спасибо, что они родили этого, нас вырастили, это очень важно. А кроме этого, на протягу сего тыня запланованы урошистые приемы во всех районах в области. Будут организованы веншавания на прационных местах и дома для женщин, которые выховывают детей-инвалидов. Гамельшани по телефону смогут проконсультоваться с психологом. 10-го Кострышника в рамках мероприемства до Сусветного дня психичного здоровья с 10 до 12-ти годин можно будет звернуться с пытаниями до специалиста областного центра гигиены эпидемиологии громадского здоровья. Нумер для совести у Гомеля – 33-57-29. Так само промоу линию проведен на местник головного уроша Гомельской психиатричной больницы Михаил Кунцевиш. Звернуться можно по номеру телефона 31-92-33 с 10 до 12-ти годин. Все лето в Гомельской области капитальный ремонт жилых домов провели больше, как на 320 тысячах квадратных метров. До конца года его требует сделать еще на 120. Работы ведутся в ответственности с перспективными списами. Они оформляются на 5 годов, зуликом часу побудовы тагот и иншого объекта и его стану. Так само уличываются выники огляду из вороты громадян. Проблемные адресы огушиваются и подчас звонков у оперативно-диспетчерской службы на номер 115. У перспективные планы по области, что год уключают каля 500 домов. При необходности планы корректируются. А кроме того, выкунувается не только капитальный ремонт, а и ремонт особных конструктивных элементов. Например, каля дом мая потребует только у ремонте даху, это робец до наступления термину капрамонту. Публикуются на сайтах гороисполкомов. Титульные списки отражают себе год проведения мероприятия и объект проведения мероприятия, который планируется, исходя из финансовых возможностей этого года, на текущий год. В том числе титульные списки формируются с точки зрения перспективы. Это несет за собой только в части капитального ремонта. Капитальный ремонт, титульные списки перспективные, оформляются на 5 лет. С учетом последующей корректировки ежегодной, с учетом финансовых возможностей, выделенных на решение этих задач. У Гомеля сегодня начали включать отепление на предприятиях и администрационных будинках. Отповедное распоражение напередать не подписал старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко. Документам предуглежена подача тепла с 8 Костричника в громадские, администрационные будинки, промысловые предприятия и другие объекты по узгоднению из энергозабеспечальной организации. Керавники предприятия и организации должны обеспечить контроль за своей часовой подачей тепла на объекты. Дожжи и порывистый ветер чекаются в Беларуси 9 Костричника. У Сирадуры ее не будет перевожать в облачное надворье. На большей части территории продаются дожжи. Температура поветра в нашей складе 5-7 градусов выше за 0, в день будет до 10 тепла. Ветер переменных напрямков с порывами до 12-14 метров за секунду. Подобный характер надворье, однако, ледь теплейше, заховается в шатвер и пятницу. В субботу уже без опадков и до 14 градусов в день. И по попередних прогнозах на наступном тыдне будет ясно и до 19-20 градусов тепла. До крананни до моря. У областной библиотеки имя Ленина открылась выстава гомельской мосташки Светланы Батраковой. В экспозиции морские пейзажи, от яких вея брызом, солью и солнцем. Светлана Батракова народилась в гомеле, выявленным мосташком захопилась с детинства. Скончила Всесоюзную Народную Академию выявленных мосташков. Зараз працует в библиотеке имя Ленина, а вольный час просвечает живописом. Картины, представленные на выставе, основным адлюстровывают пейзажи Крыма. Моры наполняют мосташку энергией и радостью життя. В этот настрой я наимкнется передать в своих работах. Море я люблю с детства, оно меня всегда манит. И когда я приезжаю в Крым, я очень люблю Крым, он очень живописный. Я чувствую, как оно скучает по мне, оно ждало, оно звало меня. И я прошу его потом, пожалуйста, дай мне шторм. И оно меня слушается, мы настолько с ним подружились. У нас любовь просто взаимная с первого взгляда. Я его глажу, я целую его. Оно меня обнимает, когда я в нем купаюсь. Это такая любовь, которую я хочу передать всем. И как-то вот, когда рисуешь картину, хочешь вот это оставить на полотне, чтобы люди почувствовали твое любовь, чтобы зарядились вот этой энергией. И еще одна информация. У Гомеля и Гомельском районе завтра у день не будут працовать радио и телебачение. Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ. Эфирная трансляция телевизийных и гуковых программ будет отсутствовать с 9 до 15 годин. При этом у остальных районах в области она будет житявляться в завышенном режиме. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Следователи передали в суд уголовное дело, которое расследовалось в отношении иностранного студента, напавшего в марте этого года на 23-летнюю гомельчанку. Девушка сдавала парню квартиру, но тот в какой-то момент решил не платить ей аренду и спланировал нападение. Напомним, случилось это на улице Новополеска. И студент пригласил хозяйку квартиры на встречу. Они долго просидели в его автомобиле, ожидая деньги, которые якобы должен был принести знакомый квартиросъемщика. Но это был обман. Примерно через час парень набросился на женщину с ножом и нанес ей удар в область шеи. Спасая свою жизнь, та выскочила из автомобиля. Но налетчик догнал ее и нанес более 20 ударов. Проходящие мимо очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников милиции. Обвиняемый побежал к машине, из нее украл сумку потерпевший, в дальнейшем скрылся с места происшествия. Однако через некоторое время был задержан сотрудниками милиции и доставлен в отделение центрального района города Гомеля для дальнейшего разбирательства. Обвиняемый был регулярным клиентом казино. Неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Расследование дела завершено и направлено в суд. Иностранный гражданин будет нести ответственность за кражу и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В Течерском районе потеря управления автомобилем стоила жизни 32-летней женщине. Она находилась за рулем автомашины «Хонда Цивик» и около деревни Беляевка съехала в кювет и врезалась в дерево. В салоне машины помимо водителя находился 34-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Женщина скончалась на месте. В ГАИ сообщили, что она не имела права управления автомобилем. Ведется расследование. Следующее видео – пример того, чем может обернуться нетрезвое вождение. В Гомеле мужчина на своем кроссовере сбил светофор на привокзальной площади. ДТП запечатлила камера наружного видеонаблюдения. На перекрестке машина не вписалась в поворот, снесла светофор, выскочила на разделительную полосу и остановилась метров через 30. Водитель попытался убежать, но был задержан и передан сотрудникам ГАИ. Итог – несколько административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение законному требованию инспекторов. Курение – не только пагубная привычка, но еще и самая распространенная причина пожаров. В Гомеле из-за нее погиб пенсионер. Как предполагают спасатели, именно непогашенная сигарета могла поспособствовать возгоранию в доме на улице Горной. В результате сильного задымления там погиб 67-летний мужчина. Проживал он один и характеризовался с хорошей стороны. На профилактических видах учета не состоял. К слову, за минувшие сутки в Гомельской области произошли три пожара. В Октябрьском районе, например, горел автомобиль. Спасатели довольно оперативно прибыли на место происшествия и успели потушить авто, не допустив открытого горения. Пожарные вскрыли капот и ликвидировали пламя в моторном отсеке. Автомобиль «Опели Синтра» 1997 года выпуска еще можно будет восстановить. На сегодня все. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь» и «Терегомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Стартовал новый сезон чемпионата Республики Беларусь по волейболу. В этом сезоне было принято решение отказаться от спаренных игр. Теперь все команды будут играть одну игру. По итогам первых игр «Энергия» победила «Мопит». Команда Марков и ГТУ уступила «Западному Бугу» 1-3. Борисов БГУ ФК проиграл «Легиону» 0-3. Строитель одолел коммунальник Могилев 3-0. Прошли поединки чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд. Уверенную победу со счетом 77-57 одержали «Гомельские рыси» в домашнем матче с командой Минской области «Гризон-2». Лучшими игроками стали Юлия Гапонова 22 очка, Анна Хацкевич 17 подборов, Марина Рабковская 8 результативных передач и Татьяна Игнатченко, оформившая дабл-дабл. 12 подборов и 18 очков. С 8 по 12 октября в «Гомеле» пройдет один из самых главных внутренних турниров – Кубок Беларуси. Боксеры со всей республики будут оспаривать места в сборную страны. Впереди соревнования, на которых разыграют путевку на Олимпиаду в Токио. На Кубке страны будут боксировать и девушки. Бои пройдут в зале бокса Гомельского областного центра Олимпийского резерва. Открытие турнира и первые предварительные поединки пройдут 8 октября. Начало в 16.00. «Гомель» принял международную встречу по теннису. За победу боролись две команды. Сборные «Гомеля» и «Брянска» уже третий год подряд сходятся на кортах областного центра. В этот раз за пересходящий кубок боролись 30 спортсменов. Среди них юноши и девушки до 13 лет, и юниоры и юниорки до 17 лет, а также взрослые любители. В нынешней матчевой встрече «Фортуна» была на стороне хозяев корта. Переходящий кубок завоевали гомельчане. Предыдущий турнир проходил весной в Брянске. Тогда россияне выиграли переходящий кубок соревнований. Определили лучших в открытом кубке Гомельской области по воркауту. В отжиманиях с весом 32 килограмма первое и второе место у минчан Артема Елговского и Кирилла Климонтова. Бронза у гомельчанина Алексея Лисько. У них 35, 30 и 29 отжиманий соответственно. В индивидуальном фристайле равных не было представителю Украины Владиславу Артемову. А вот серебро и бронза достались Ринату Барышникову и Сергею Снапкову из «Гомеля». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.